Привет, дорогие друзья! С вами Пятница, с вами 23 часа 008 минут, Константин Трыстенюк, Максим Кулаков и Кот. А он смотрит Престолы, да? Конечно, смотрит и читает. Ну и Игра Престолов тем самым, она же Game of Thrones RPG. RPG, да. Ну и сериал, и книга, и всё это сегодня у нас будет в центре внимания. Константин покажет начало этой в меру замечательной игры. Может и не начало, если ты будешь хардкорить, то ты, наверное, там далеко проползёшь, да? Ты же у нас чувак хардкорный. Но Трюни мне по секрету сказал, что здесь много диалогов, надо много смотреть и слушать. Ага. Ну, этого следовало ожидать на самом деле. Для тех, кто не в курсе, куда попал, мы показываем, так сказать, новую, я даже не знаю, эпоху, что ли, в развитии жанра фэнтези. Был и остаётся такой интересный писатель, зовут его Джордж Мартин, который сидел себе, писал себе, а потом его взяли и заметили чуваки из известного зарубежного кабельного канала HBO. Ну, на самом деле, ты не договариваешь часть истории. Его много раз замечали, ему много делали интересных предложений. Но когда он глядел на то, во что может превратиться его книжка, если его жмут до размеров фильма, пускай и эпика он говорил не в этой жизни. А вот потом уже, да, классные ребята из суперкрутого телеканала HBO ему позвонили, написали. Да, и предложили ему, собственно, сделать сериал, а не фильм. Чем мы занялись. Он дал добро, правда, непосредственно сам решил принимать участие. Но будучи сценаристом, он же работал там в Голливуде уже на тот момент и довольно давно, сценарист сам с опытом тоже. Он просто стал вместе с ними делать классный сериал по своей классной книжке. И получилось, что характерно, классно. И получилось, да. Только я смотрю, тут просто в чате меня немножко сбили, шучу, где сериал, где сериал, где сигнал. Я уже все, я уже далеко от земли оторвался. Сигнал там. Сериалы с сигналами путаю. Ходоки, что ли, пришли. Ну ладно, пока Максим там проверяет наши сигналы, я рассказываю про игру. Значит, игра «Игра престолов», в которой мы будем играть-играть, производство студии «Цианид», которая мало хорошего в своей жизни сделала и в прошлом году выпустила стратегию тоже по циклу «Песни, льда и пламени» и тоже под названием «Game of Thrones» с припиской «Генезис». Но стратегия была полным отстоем. Собственно, ничего хорошего не предвещала и игра. Однако, когда мы с Максимом два или полтора месяца назад навестили офис 1S Soft Club, отечественного издателя «Игры престолов», RPG, мы остались в благоприятном впечатлении, под благоприятным впечатлением от того, что мы увидели, от того, во что мы поиграли. И, несмотря на сдержанные отзывы игроков и критиков, которые уже успели оценить «Game of Thrones» RPG, мы все еще питаем надежды на то, что фанатам, тру задротам, должно понравиться. Да наверняка. Как там наши сигналы? Мы их подаем? Сигналы вроде в порядке. На Кибере у меня слегка подсвопит, но пик знает. Так а ты, ладно, уже хорош показывать главное меню. Да, кстати, это правильный ход. В главном меню сразу вам льется в уши мелодия Рамина Джавади, главное. И вот начало. Сразу стоит сказать, что, по уверениям разработчиков, создание этой игры началось до того, как стартовал первый сезон «Игры престолов», а затем уже, ой, я нажал «Продолжить». Сейчас я быстренько выйду в главное меню. Покажу сначала. А потом уже подключился канал HBO, дал им свой логотип, дал им главную музыкальную тему и подогнал несколько лиц персонажей, и в том числе голосов. Ну, думаю, Мармон-то все легко узнают. А вот Лену Хиди я так и не признал в игровом персонаже. Ну, а ее вроде там и нет. Это она. А, это она. Да. И Варис, который без яиц, здесь в роли рассказчика. И сейчас он нам поведает историю. Ну, на самом деле, я скажу еще маленький секрет про яйца. Хорошо. Дело в том, что это тоже, видимо, особенность перевода. Дело в том, что он не только без яиц, но и без пластики. Ну, вообще без всего, да. Да, просто в русском переводе, что в сериале, что в книге, постоянно обозначается термин «кастрация», хотя то, что с ними там делали с темнотами, да, это называется «аскопили». Вот он рассказывает, что, значит, Тарганев сверх Баратеон в армии Баратеона. Кого сверх Тарганев? Таргаренов. Вот. Ну, прости, пожалуйста, Максим, прости, извини. Баратеон Роберт при поддержке Эддерда Старка. И в его армии был один из главных героев этой игры по имени Морс. Как бишь там его? Морс? Не важно, Морс. Не важно, Морс, да. Вот, кстати, Мормон сидит, чахнет над картой с вороном на плече. Не могу не сделать заметку, что кто только в их армии там не был на самом деле, потому что воевали все. Да, я думаю, стоит сразу обозначить, что Максим у нас за пару недель ознакомился детально с четырьмя, по-моему, уже томами. Ну, я четвертую наполовину осилил пока. Да, дочитывают уже потихонечку престолы. Я только начал... Маковеев передает, что тебе позор, и оба героя были в этой армии. Ну, хорошо, они были оба. Андрей уже прошел игру. В России она вышла официально только сегодня ночью. У Андрея суперпонтовая пресс-версия, даже несмотря на то, что игра утекла над арендой еще где-то там. До того, как зима приблизилась. Я одно не пойму, это только на ЯТВ, сейчас я еще проверю Кибер, только что-то не 720p, 4 на 3, все, и причем сужено. Сужено? Вот загрузочная херня в правом углу. А, я думаю... А, нет, я не думаю. Какой-то приплюснутой, если как-то. И квадратная. Окей. Понял, что такое. Приплюснутая, квадратная. У нас уже был такой, когда 4 на 3, помнишь? Да, было в какой-то игре, не помню, правда, в какой. Я сейчас проверю, так или нет. А мы пока видим вступительный ролик. Один из главных героев охотится за беглецом из Дозора. То есть, буквально это начало сериала. Здесь тоже будет казнь. И сразу скажу, к сожалению, озвучка не стала лучше с того времени, когда мы с Максимом смотрели игру в офисе 1S Soft Slab. Да, но на тот момент, на самом деле, с нашей фанатской точки зрения, вот мы разве что к озвучке и могли притраться. Потому что в остальном для фанатов просто подарок грузка. Да, графон, не помню, если я сейчас тебя похравит, который я уже прошел. На ЯТВ действительно глюк, я не понимаю, как. На ЯТВ все сплюснуто, а на Кибери нормально. На ЯТВ. Ну, сейчас, короче, закончится заставка. Я сделаю на секунду перерыв. Я, возможно, знаю, в чем проблема. Быть может, там от кого-то остались какие-нибудь настройки. Вот тут сразу же вопросы по делу, на которые я коротко, быстро отвечу, пока ты там что-нибудь починишь. Но Норм спрашивает, сколько всего томов. Томов на данный момент 5. На русском языке 4. Пятый выйдет летом официально от издательства АСТ, как и все предыдущие. Но фанатский перевод есть уже в интернете. Вот, хотя я наслышан, что фанатские переводы, какими бы они ни были дотошными, по-фанатски, как это модно, они не очень качественные с точки зрения русского языка. Вот, а что касается отличий, тоже от него же вопрос, сильно ли отличается книга от сериала. Первый сезон вообще один в один. Ну, я читал книжку, когда после просмотра мне казалось, что я читаю сценарий. Вот, а начиная со второго сезона, отличается и местами отличается просто диаметрально. Так, погоди, отвечай, сейчас я ее приратю, мы продолжаем. Вот экран персонажа. Что-то с ним случилось плохое, по-моему. Ну да бог с ним. Ага, не бог с ним. Короче, я словил какой-то замечательный баг. И все сломалось. Да, вообще все сломалось. Рано мы начали хвалить игру. Окей. Сколько лиц, интересно. Так, хорошо, ладно. Я пока наскоро поотвечаю на вопрос. Ты не будешь вырубать? А, нет, не буду вырубать. Вот тут уже сразу же, как думаешь, лучше сначала прочитать или же посмотреть. Понятия не имею. Ну, мне кажется, похер. Да, как бы первый сезон, это просто один в один книжка. Буквально до последнего диалога. Там, ну, очень мало что сокращено, очень мало что минимизировано. Поэтому, не знаю, я начал читать, когда смотрел второй сезон, и отчаянно сам себя перегнал, в смысле перегнал сериал, чтобы узнать, что там будет дальше. Ну, сильно все отличалось. Я как бы их так воспринимаю, это даже по-разному уже сейчас. Ну, вообще, я так считаю, лучше сперва смотреть, а потом читать. Вот спрашивают нас обоих, для тех товарищей, кто каким-то образом пропустил книгу или сериал, адовые спойлеры будут, ну, неизбежно будут, учитывая, что как бы все-таки два сезона сериала позади. Да, насколько адовые, но это трудно сказать. Да, это будет зависеть от хода беседы, от процента людей в чате, кто уже посмотрел два, а то я там прочитал дальше, все будет зависеть от этого. Но мы как бы постараемся особо никому ничего не портить. Мы в основном порассуждаем о вселенной, наверное. Да, я вернулся в игру, нажимаю на продолжение, откуда бы там все не стартовало. Тут уже такие, начинаются сюжетные там вещи, спрашивают, почему я не люблю беса, больше люблю его телохранителей, и как же человек, который убивал трех, человек, который убивал трех, зовется Якина Хгар на тот момент, и он классный, я ничего не говорю. Я не говорил, что я не люблю беса, я просто сказал, что у Мартина, ну, или, может, не сказал по пьяни, в другом совершенно стриме, где мы это обсуждали, но как бы у него просто своеобразный бзик, он жутко не любит положительных персонажей. И это херово для них кончается. Да, это тоже так в порядке спойлера, но мы не будем вдаваться в детали, ну, как бы вот стоит предупредить. Но кому Старке нравится, тем будет тяжело. В общем, книжка на самом деле жутко мрачная, и от всех фэнтези отличается тем, что здесь, как правило, героям, вот как раз таким каноничным, эпическим героям, жутко не везет, да. То есть, и вот моментов в духе там вот Гендальф пришел и всех попрал там, вот этого ждать не надо. Здесь вот, как правило, любая попытка лучезарного героя спасти весь мир заканчивается тем, что он остается без головы. И в этом на самом деле особый смак. И фишка главная все-таки престолов, я считаю, одна из главных фишек в том, что здесь наиболее ярко выражена не противостояние белых и черных, не противостояние положительных и отрицательных персонажей. Динамика развития личности. И это, но и я немножко другое хотел сказать. То, что очень часто в одной банке и бочке остаются именно отрицательные крысы. И вот как они начинают грызться между собой за отсутствием положительных персонажей, вот это уже и классно. И приходится, на самом деле, любимчикам в конечном итоге выбирать все равно из них. Ну ладно, я пока расскажу, что произошло. Я пропустил экран создания персонажа, однако отмечу, что он достаточно подробный. Любители РПГ найдут где поковыряться. Плюс есть такая интересная опция. Выбор сильных и слабых сторон персонажа. То есть я могу тыкнуть ему на галочку превосходный лидер, но тогда мне придется выбрать для него что-то отрицательное. Например, подагра. Он будет на 8% быстрее расходовать энергию. Вот наш главный герой. Он привел дезертира в черный замок, да? Ну, к стене, грубо говоря. Ему отрубили голову. Я уже забрал топор. Продам его потом. Которым голову рубанули. Вот песик морса. Такой не дать не взять мобари. Жаль, конечно, что не волк. Я думаю, фанаты бы больше волка именно оценили. Лютого волка. Да, пожалуй. Очень много сразу же просыплется вопросом. Ну, конечно, в игре есть варианты. Это ролевая игра, это не стрейт-форвард. Здесь хватает моментов, где нужно принимать решения, которые влияют на развитие событий. Да, и вот она стена, как в сериале. Такой сразу подарочек фанатам. Показываю ее. Для тех, кто не в курсе, наверное, стоит рассказать немножко. Ну, давай, это ты сделаешь. В структуре этого мира. Хорошо, я объясню. Действие на данном этапе происходит. Вообще, вселенная очень обширная, но основной сюжет развивается на большом материке, имя которому Вестерос, так называемые семь королевств Вестероса, на самом деле, уже давным-давно объединенные в одно. Когда-то это было раздробленное государство, теперь это вот одно большое королевство, на крайнем севере которого сосредоточилась вся мрачная, неведомая антинаучная херня, которой на самом деле здесь очень мало вообще ярко выраженных фэнтези-элементов здесь практически нет. Здесь нет эльфов, нету гномов, практически нету никакой магии. И вообще, на юге материка среднестатистическое, такое обыкновенное средневековье. Совершенно правильно. И даже некоторые люди не верят в магические штуки, например. Да, да, большинство не верит. Бес как раз. Да, и бес, и многие другие, и вообще, практически любое упоминание магии или какой-то чертовщины в первых двух-трех книгах сводится к тому, что если какой-нибудь старик, живший очень давно и соглашается с существованием чего-то такого некогда, то тут же отвечает, что вот, может, они и были когда-то, но если и были, то мертвы все. Ну, маги в смысле, там, оборотни и так далее. Сейчас никого таких нет. И, значит, стена служит для того, чтобы оградить самую крайнюю северную часть континента, где лютый холод, зима, лес, дикий. И именно там сосредоточены остатки неведомой антинаучной херни, которая на самом деле все-таки присутствует, все-таки имеет место быть, и на это дается намек сразу же. С этого начинается и книга, и сериал с подтверждения существования все-таки фэнтези-элементов и мрачного, жуткого и страшного в дальних, темных, холодных лесах. И много тысяч лет назад первые люди построили огромную, колоссальные высоты стену и колоссальной толщины из-за льда и снега, и на ней тусуется ночной дозор. Не знаю, кто у кого чего стырил, учитывая количество похожих элементов, потому что твари, которые живут там в снегах, называются иные, а защищает от них континент орден под названием ночной дозор. И главный герой, вот этот вот чувак во всем черном, он и есть один из братьев этого самого ночного дозора. Причем он разведчик, такой бывалый, который ходит за стену и как-то встречается со всей этой антинаучной херней. Да-да-да-да-да. Там служба в этом ордене, она делится на разведчиков, строителей, стюардов, то есть там все очень сложно, многоэтапно. Это целый полноценный орден, то есть там народ реально на этой стене живет, зябнет от холода, у них там свой абсолютно быт независимый, они ни за кого, если в государстве начинается война, если кто-то кого-то свергает, их вообще это не касается. Но можно сразу провести такую параллель, чтобы всем было понятно, кто не смотрел, не читал, это ведьмаки своего рода, но не такие крутые. А, ну да, кстати, хорошее сравнение, действительно. Это вот что-то вроде ведьмаков, а стена это их большой Каэр Морхен или Каэр Морхен, я уж не знаю. Морхен. Ну ладно, не будем позориться, предлагая кучу неправильных вариантов. Ну, кстати, был уже вопрос, что есть ли что-то похожее по духу за последнее время, было ли, не знаю, это про игры, фильмы или книги, был вопрос, но вот Костя не даст соврать, именно он, пройдя второго ведьмака, надоумил меня тоже его пройти с фразой, что он такой, я даже помню дословно, когда ты сказал, с душком престолов. Была твоя фраза, да, и действительно, вот ведьмак второй, несмотря на обилие всяких там эльфов и прочей антинаучной херни, он такой по духу очень близок, именно потому, что там тоже в центре внимания, игра престолов в прямом смысле, это все вот эти вот королевские интриги и так далее. Да, пока на экране вы могли видеть, как я бегаю, торгуюсь, пытаюсь вернее, торговаться, потому что у меня нет денег. И вот диалог, сейчас мы видим диалоговое колесо, разумеется, здесь именно оно, потому что именно Байоэр Масс Эффектом дала толчок в новом направлении жанру RPG, и, по-моему, сейчас какой-то квест это за чувак, да? Ну, наверняка. Тут не пропущу сразу вопрос по геймплею насчет того, что вот мне в духе одному кажется, LostMax спрашивает, что боевка в игре неудобна. Она, по-моему, такая же, как в играх в Байоэр в большинстве старых олдскульных, нет? Ну, относительно, без изометрии тяжелее, но, да, в целом, похоже. Есть очередь действий, которую вы назначаете в Боэнн. Типа Найтс оф Золт Репабликс. Да, походовый. И есть смарт-пауза. Ладно. И неизбежный тут вопрос про Властелина Колец и Игру Престолов, я уже, по-моему, отвечал, сейчас не люблю Властелина Колец, как раз за обилие фэнтези и за бесконечные победы светлых персонажей, с первой же части ясно, чем все закончится практически, ну, конкретно с картинами и с примерами, поэтому, не, мне Игра Престолов гораздо больше нравится. Я, на самом деле, фэнтези это не люблю вообще, в принципе, кроме вот Игры Престолов и Ведьмака, я все остальное терпеть не могу, если честно. Все сейчас такие, фу, Максим, ну, хотя мне тоже, на самом деле, я не фанат Властелина Колец, я большой фанат биографии Толкина. Вот что действительно очень интересно. сейчас, между тем, я разговариваю с этим Уолдером, как вы видели, не так уж и много вариантов ответов в диалогах, особо там не поразузнаешь. Кстати, скорее всего, это один из сыновей Уолдера Фрея, чувака, который пропустил в первом сезоне через мост главного героя в Близнецах, в башнях, там, в обмен на обещание жениться на дочке, который нарожал, там, миллион детей. Вот он всех практически своих детей-сыновей называл Уолдерами. Ну, возможно. Уолдера Фрея три миллиона просто бегает по всему Вестеросу. И сейчас как раз я покажу боевую систему, когда доползу до места назначения. Так, здесь я был. Вот, вороны летают. Кстати, особо глазастые наверняка заметили, что когда я вошел в вот этот зал общий, снизу появился субтитр, озвучивающий, вернее, транслирующий голос ворона, который каркар кричал «Ха-ха, умри!» Расскажи про это, Максим. Ну, это тоже одна из деталей, которую в сериале почему-то соблюдать не стали и не стали придавать этому значения. Но дело в том, что в книжке вороны, которые здесь используются как почтовые птицы и вообще спутники некоторых персонажей, они говорящие. Причем, они говорят порой... Они, правда, односложно разговаривают, они выбирают одно слово и его повторяют, но они понимают, что происходит, что происходит, и порой очень смешно поддакивают, порой очень в тему что-то разговаривают. В общем, такие птицы, имеющие сюжетное значение. В сериале это разве что выражено в отдельной сюжетной линии с мальчиком Старком, которому эти вороны снятся, но я не буду говорить почему, потому что в сериале эта тема еще до сих пор до конца не раскрыта. Но я подозреваю, что ее и не будут раскрывать в связи с дороговизной производства волков. Не, неизбежно будут, она раскрывается в третьей книжке довольно подробно. Да, пока вы можете просто оценить это невероятная озвучка. Озвучка, да, конечно, жизнь. Мы это оценили еще в офисе 1С. Сейчас начнется бой. Вот она, смарт-пауза, как видите, она не останавливает время полностью. Она его замедляет, да. Да, и почему-то здесь убрали консольное колесо, хотя следовало его оставить, по-моему. Замечательные тут есть эти картинки. Вообще, этот универсальный, я забыл, как он называется. Блядь, мужик, или как он там? Ну, который тра-та-та что-нибудь, блядь. Ну, мужик какой-то, да. Где мои яйца, блядь, в образе этого евнуха? Замечательная совершенно картинка. Вот так выглядит система. Конечно, это не Ведьмак 2, немного неуклюже, но в целом ничего так. Тут можно назначать, кого атаковать. Я перенаправлюсь на этого. Если играть на хардкорном каком-нибудь режиме, тут есть где заморочиться и поразмыслить любителям всяких тактик. Но я играю на среднем уровне сложности, поэтому буду просто затыкивать и периодически выпендриваться каким-нибудь, например, пронзающим ударом, на который мне, блин, не хватило ячейки действия. Ну а так, да, кто играл в продукты BioWare, те, в общем-то, будут чувствовать себя здесь как в своей тарелке. Вот, видно, что кровоистекает мой противник, которого я суперклассным пронзающим ударом поборол. Я выбрал себе в качестве класса, я о них немного не рассказал, такого могучего бойца с двуручным огромным мечом, я буду полностью вкачивать его в лютейший урон. Так, я могу, я пока не могу, кажется, собака. Я там упал, и между тем не рекомендую никому обновлять страницу. Печат упал, и повер упал, поэтому кого работает, смотрите и не обновляйте, я тогда переключаюсь на комментарии на сайте, буду читать там, отвечать на вопросы там. особо тут вопросов нет. Ну, и скажу, что мне боевка в целом по душе. давай, а, все заработало, все нормально, продолжаем, давай, углу, убил, убивай, воруй. Да, я почти победил. Насколько я помню, ты же уже казнил дезертира, да? уже казнил. твоя задача сейчас пройдем по следам разведотряда, да? и добраться до какого-то там замка. Как сериал называется, господи, забаньте этого человека. Ни за что не догадаешься. Вообще-то... я думаю, он просто шутит в духе «А че за игра?» А, ну ладно, можно не банить. Да, анимация немножко рваная, я так подозреваю, что это не моушн-капчер далеко. Но, надо сказать, игра выглядит довольно достойно для европейской РПГ и для игры из студии, которая мало чем разведелась. Да, хотя, конечно, было бы намного лучше, если бы CD Projekt или BioWare взялась за игру престолов. И, кстати, BioWare собиралась, или Bethesda, Bethesda, Нет, BioWare собирались, когда они размышляли еще в 2003 году что делать, между ними вставало то, что делать ММО по игре престолов или Knights of the Old Republic. Да, точно, я забываю. И, по-моему, Bethesda тоже когда-то задумывалась о том, чтобы сделать многопользовательство с РПГ по песне льда и пламени. Вообще гениально вселенная подходит под ММО просто словами не передать, и это только в книжке можно понять. Такое внимание вот ко всем вот мелочам, там даже особо не нужно делать вот системы крафта, там уже заранее все продумал сам писатель, там все очень подробно про виды мечей. Каждый меч знатный имеет свое имя реально, то есть вот как в этих во всех РПГ-шках, ММОшках. То есть там урон от валерийской стали, это практически прямым текстом, там в книжке написано, что там на 400% больше, чем обычный закаленный. Гениально, просто. На самом деле очень бы я хотел увидеть ММО во вселенной Игры Престолов. А я бы не хотел, я бы хотел РПГ от кого-нибудь покруче Сионидов. Но вот фанаты, они, кстати, вот сейчас смотрят наверняка на Мормонта, они читают про Джона Аарона и такие Блин, я же в Игре Престолов в самом деле. У меня даже ачивмент дали какой-то. Посмотрим, что же за ачивмент. Сразиться с четырьмя новобранцами. Ну ладно, босс не будет. Пять этого в дауне. Ну, можно перебросить на Овне, например. Да не, не надо, там чата-то нет. Забавная картинка в комментариях к Hall of Duty. Прикинь, кто на обложке догадаешься сам, да. Hall of Duty, кто на обложке, ну не знаю. Hall of Duty. А, я в Hall. Стилизация под Xbox 360, обложка игры, да, и к Халдрога на обложке. Отлично. Вот так вот выглядит застенье с южной стороны. Спрашивают, действия в игре происходят только в Вестеросе или еще и в вольных городах? Я не знаю, надо Андрея Маковею спросить. По-моему, только в Вестеросе. Дрюня, скажи, есть ли вольные города и какие-нибудь события за узким морем? Как я уже сказал ранее, материком основным вселенная не ограничивается и есть в самом сериале и в книжке еще масса важных событий, событий, которые происходят за морем. Андрей между тем отвечает, что только в Вестеросе за узкое море игра не перемещается. Ну да. Так, я тут пока наберу доп-квестов, наверное. Да хватай вообще все, что дают. А, тут... Ктуху уже в комментариях уже, наверное, восьмой человек кто-то спрашивает, поэтому я думаю, нам придется все-таки ответить, какие у вас любимые персонажи сериала. Дальше по книгам не надо, ибо спойлеры. И как называется книга-предыстория к циклу «Льда и пламени», я сразу про предысторию скажу, что, во-первых, нет такой книги, есть несколько рассказов, или там... Ну, там и «Живой рыцарь», и «Меч» какой-то. «Живой рыцарь», да, что-то такое. В общем, не знаю, честно, не читал. И, откровенно говоря, не собираюсь. Почему-то, не знаю, мне неинтересны приквелы. Настолько много в самой книжке предыстории приквелов просто заложено за счет закадрового текста, которого в сериале показать нельзя, что... Я не испытываю никакой необходимости узнать что-то еще о том, что там было раньше, потому что в самом цикле более чем полная предыстория присутствует. То в диалогах, то в воспоминаниях, то в каких-то размышлениях между делом. Более чем полная. Ну, а какие у тебя любимые персонажи тут быть? Ну, я вообще всегда люблю добрых персонажей. К сожалению, большинство из моих любимых уже сделали что-нибудь плохое или они скоро отойдут от того, что... Но вообще мне нравится Джон Сноу, он классный, хотя бы потому, что у него волк-олебенос молчаливый. Естественно, Тирион Ланнистер клевый. Ну, Нед Старк мне не очень был по душе, потому что он как-то слишком топорно и идиотски действовал, за что и заплатил. Да он был человеком чести. Ну, да, да. Так, я отвечу, что у парнишки голова дерьмом забита. А так, не знаю, я с книгой пока не слишком плотно познакомился, а в сериале они часто сменяются калейдоскопом все персонажи. Кто-то может появиться на 5 минут в первой серии сезона и в следующий раз тоже на 5 минут лишь в последней серии сезона. Да, 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 да. Ну, а так мне, конечно же, нравится Лена Хиди и Эмилия Кларк, ну, просто потому что они такие соседи. Прикольно этот Гоба Руст в чате такой пишет. Просто ты одновременно с ним рассуждал и он такой «Макс, как относишься к смерти 2 пачки звездочек в 9 серии первого сезона?» Видимо, дальше пришло, что ты сказал. Хэпипасса того же вопроса от него, только как относишься к смерти 3 звездочки Старка в 9 серии первого сезона. Ну, как отношусь? Как тут можно относиться? Грустно это все. так, что не поверил по лесу Вики узнавать правда ли что то, что он видел то, что видел и его обмазали спойлерами с ног до головы и теперь он знает чем все закончится. Да. И, по-моему, не очень жалеет об этом. Ну, я такой достаточно терпимый спойлерам человек. Меня никогда не волновали какие-то определенные сюжетные триггеры. окей, не никогда, чаще всего не волнует. Меня больше интересует история ее развития. А там к какой точке она приведет для меня не так важно. Ну, конечно, да. Я тоже так считаю. Я к этому спокойно отношусь. Лично даже по собственной инициативе обмазывался от Кости спойлерами многими. И, как бы, дело же не в том, что и как что произойдет, а в том, как это произойдет. То есть, грубо говоря, главное не победа и участие. Да, 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 именно так. Можно очень многое знать. То есть, это из разряда, знаешь, как это была шутка про фильм знаменитый наш «Адмирал», что конец немного предсказуем. Да, конечно. нормальные люди там в школе проходили, да, что Колчак умрет. Кто-то, кто-то сидел ведь в зале всерьез там переживал. Не верил тоже в конце. И здорово. Новые впечатления. А вот я отправился за стену наконец-то. То же самое трое, я не знаю, все смотрели и все знали, что с ней будет в конце. Ну и на всякий случай скажу, что вот третий сезон Спартака будет последнему и он не перевернет Рим, если вдруг кто не в курсе. как бы все благополучно получат примерно то же самое, что и получил бедняга Нед Старк. Да, бедный Нед, как мне было его жалко. Все, началась война с дичалами. Да, дичалы это люди, которые живут за стеной, не признаются. Кстати, да, стоит рассказать, чем отличаются одичалы и там от белых ходоков, потому что в первом сезоне я в один прекрасный момент был обескуражен непониманием того, кто есть кто. Ну, окей, тогда немножко более подробно о том, вообще от чего защищает Вестерос Стена. Дело в том, что за ней на глубоком северном лесу живут как люди, так и неведомые антинаучные создания, как уже было сказано, защищает Стена в первую очередь от них, но в последний раз их там хрен знает сколько тысяч лет назад видели. Тут стоит сделать важную оговорку, что вселенная Мартина отличается тем, что там нет внятного природного цикла. Там абсолютно рандомная зима и лето. И зима там мега лютая, а лето там мега классное. И все это обычно называется именуется долгой зимой и долгим летом. И то и другое, как правило, длится по несколько лет. И летом все у всех хорошо, а когда приходит зима, урожая нет, очень долго начинается голод, начинаются войны, начинаются восстания. Зимой обычно все происходит плохо. Сибирь замечают в чате. Сибирь близится. Они бы спокойно пережили зиму в Вестеросе. И что касается жителей этого северного континента, сам континент очень большой и он такой продолговато овальный, так сказать. То есть континент большой и сам по себе узкий. И вот вверху, то есть на севере там холодно, а внизу на юге тепло, но при этом зима рано или поздно приходит на весь континент. А как бы во время долгого лета она концентрируется только на северной части, за стеной, где жутко холодно и живут всякие мерзкие твари. И кроме них все-таки там живут обыкновенные люди, так называемые одичалы, и сами они себя называют свободным народом, а у них нет субординации, нету особо законов, толком нет правителей. Какие варвары? Да, ну как варвары, на самом деле именно так и есть. И они просто там живут себе, но регулярно пытаются за стену вырваться и вообще, ну как обычно, взять то, что якобы принадлежит им, что они там вообще раньше жили на материке и могли ходить где хотят, а тут пришли люди, вот другие, построили, блин, стену и загнали их в этот угол. Но проблема в другом, проблема в том, что помимо этих самых одичалых там обитает еще куча разных интересных антинаучных созданий, среди которых первое место определенно занимают так называемые белые ходоки, как их называют в сериале, или иные, как они более часто называются в книге. Существа, которые целиком и полностью якобы состоят вообще из холода и смерти, они могут поднимать из могил мертвецов, делать из них зомби, прямо вот в натуре, таких, как в Лет Фо Дэде, один в один, то есть вот таких типичных обыкновенных зомби. И... Мне пишут, Макс, ошибка, за стеной кроме иных одичалых есть еще мужик, ебущий своих дочерей. Специально для Грифа 13 уточняю, что он тоже является одичалым, в чем неоднократно говорится. И все его дочери и дети тоже одичалые. Вот, но речь не про них. Блин, бесконечно Гоба Рус волнуется насчет того, как я отнесся к педикам в сериале. Я к ним не отнесся, я к ним вообще никак не отношусь. Меня порадовало, что книжке этому не уделяется столько внимания, сколько в сериале, только и всего. Ну, как бы вот для тех, кто в курсе, да, там есть немножко пидоров, и они действительно пидоры, это не HBO придумали и не BioWare им нашептали, что это популярно, детка. сэр, как оказалось, не так уж это и популярно, BioWare в итоге боком вышла со всех сторон, в том числе и с голубого цвета радуги. Я надеюсь, что это будет так, Ромет. тут некоторые удивляются, что тут тоже педики есть. На самом деле, тема пидоров, она не менее популярна была в средневековье, так что да, педики везде есть, правильно, Джокер пишет. А я пока акцентирую внимание, совсем забыл сказать на том, как выглядит персонажи, мне очень нравятся их доспехи, потому что это реально такие суровые дядьки, служащие за стеной на севере, в обоносках, с ржавым зазубренным оружием, вот вы видите, огромный двуручник морса, то есть выглядит реально как суровый РПГ, за что я в свое время полюбил как раз второго Ведьмака и за что я очень не полюбил Dragon Age 2, потому что там совсем какое-то все уродское, неправильное, идиотское. Так, вот сейчас, кстати, будет бой, который Максим даже с десятого раза не смог осилить, когда мы играли. Посмотрим, как с ним совладаю я. Ну давай. Хотя я уже тогда... Если ты поправишь, это не обноски, это звучит очень грубо с твоей стороны. Выглядит именно как обноски. Дело не в том, что это обноски. Ты просто не шаришь. Дело в том, что им не обновляют костюмы. То есть у них считается, что вот этот чувак, которым ты играешь, он много-много лет в дозоре, он гордится тем, что у него задроченный плащ. Потому что новых не выдают. То есть он этот несчастный плащ там получил много лет назад, когда в дозор попал, с тех пор носит его и гордится этим. А между тем, Андрей тебе напоминает, что ты сохранялся почаще. Да, точно, я забыл. Не особо угорали по автосейвам. И типа ты всосешь изрядно, если... Да, это может вполне произойти. Вот, еще, я, кажется, не договорил насчет иных. То есть суть в том, что эти самые иные, они же белые ходаки, которые там трупов из земли поднимают и вообще из чистого холода состоят. Это такие интересные создания, они в полтора раза выше людей ростом, у них ярко-синие глаза, их никто не видел много тысяч лет. Но как бы цикл Песни льда и пламени, книжные, начинается с их появления, а их приход символизирует собой нечто очень-очень мрачное, нехорошее, эпохальное. И в первую очередь это долгая зима, долгая и холодная. Типа вот, дольше и холоднее, чем обычно. Чем в России. Да, так бывает, типа раз в несколько тысяч лет. И вот именно с этого начинается цикл Песни льда и пламени, но при этом это не центральная сюжетная линия. И за три с половиной книги, что вот я прочитал, то есть в кадре, что называется, в текстовом, там эти иные, оказываются два с половиной раза. Я плываю, почему-то, я кажется, в костерку забежу. кто-то тебя поджег слегка. Да. И обозначу тоже важный момент насчет дозора. Орден, слава которого передается из уст в уста, на самом деле такая своеобразная мистификация средневековая, потому что добровольцев туда вступать уже очень много лет особо нету. потому что, во-первых, все братья ночного дозора дают обед. И обед этот заключается в том, что не видать им ни сисик, ни писик, ни сомнений, ни земель. обед безбрачия, обед, как бы, ну, как это называется, короче, землями владеть, они ни хера ничем не могут. Короче, джедаями они становятся. джедаи, чистой воды джедая, они полностью вверяют свою жизнь служению и защите государства. Как там у них клятва звучит, там, я меч во тьме, я дозорный на стене, там, что-то тра-та-та. При свете дня в отьме ночной. Да, да. Вот, вот, вот. И, к чему я это сказал, я уже не помню, но, скорее всего, к тому, что ты сейчас ходишь, скорее всего, в компании ублюдков, насильников, пидоров, дедоубийц и так далее. И сам, наверное, не лучше. И сам не лучше, скорее всего. Да, я вспомнил, к чему я это сказал, то есть, орденом этот дозор был когда-то давно, когда-то, где было престижно служить, а последние годы туда добровольцев особо нет, и их собирают, то есть, темниц из изгнания. Или если человек совершил какое-то страшное преступление, и его еще не успели, допустим, казнить за это, он практически всегда, ему дается шанс, как говорится, надеть черное и отправиться на стену, и всю жизнь там в конечном итоге провести. Освободиться от клятвы дозорного способа нету, она дается пожизненно, и для многих это единственный шанс вообще эту самую свою жизнь не жалко и сохранить. Вот, это краткое введение то, что сейчас происходит, и то, что вы наблюдаете на экране, это вылазка как раз за стену. Костя сражается с одичалами, которые, как видите, скромнее, даже гораздо одеты, они привыкшие к холоду, они его презирают, можно сказать, они... это-то не лазер из глаз, это указание направления атаки. Так, а у меня пока все вроде бы неплохо получается, я говню активно чертовых одичалых. Так, закрываю вилку. Одного человека почему-то крайне волнует персонаж, которого зовут Крастер, и который ебет своих дочерей. все, да, я с первого раза его завалил. Победа. Слава и почет мне. Да, в сериале одичалые ходят в шубах, но как бы у них реально гораздо... они гораздо менее восприимчивы к холоду, и в книжке это оговаривается. Они там живут очень давно, и причем очень многие из них, они живут гораздо глубже на севере. А там же чем севернее, тем холоднее. В принципе, везде, чем севернее, тем холоднее. Но там особенно. Да, вот, кстати, наш главный герой, он известен среди одичалых, его называют мясняком. Я уже не очень помню, за какие заслуги, но по прозвищу нетрудно догадаться, за какие. Но он вырезал кучу народу. Да, он много кого вырезал, и по его лицу, выглядывающему из-под капюшона, видно, что он повидал многого. У него два шрама почти на всю морду. Он стар, он очень старый, носит огромный меч, буквально как Эддерд Старк. У него еще грустный голос, почти как у Макса Пеймер. У них у всех глаз какие-то грустные. Мне кажется, актеры просто получали маленькие гонорары за свою работу. Мне остается спрашивать, сколько еще будет стрим, ребята. Ну, если вы хотите смотреть футбол, то лучше идите. И тишина такая. Да, да. Я что-то не так сказал, ты не согласен? ты все нормально сказал, я просто слушаю одичало. Просто как и в прошлый раз, пока мне игра нравится. нравится и битва, и движуха сюжетная, вернее, не сюжетная, а сценария. Я уж сам почти полез покупать. Так. Лучше он, чем мы. Вперед. И мне нравится, что Морсон такой бед эсприн. Немаловажный вопрос. Спрашивает меня Dark 600, какая озвучка сериала лучше и какой лучше смотреть. Костя смотрит в Лост фильме. Я в Лост фильме смотрел первый английскую версию с английским озвучанием и узкими субтитрами. Дубляж REN TV оказался далеко не таким говном, как я предполагал. Для тех, кто, допустим, опоздал и хочет смотреть с качеством допустим полностью дублированную версию, дубляж REN TV вполне терпимый. Отличная оценка. как бы он не идеальный, конечно, такой своеобразный. В лучших традициях российских дубляжин, там хотя бы голоса не повторяются через каждого персонажа и подобраны они неплохо довольно индунационно. Есть еще. Сейчас хохлострачу. Хохлострач. погоди, насчет хохлострача. Мне тут напоминает, что мой морс, мой компот, он варг. Он может управлять своей псиной и вселяться в нее. Расскажи про варгов. На самом деле такого слова в книжке нет, поэтому я понятия не имею, кто это такие. По-моему, оно как раз есть в книжке. Нет, не встретил ни разу за три с половиной книжки слово варг. Там есть слово оборотень и оно символизирует довольно интересную вещь. А, ну, короче, это как раз по-моему фейл переводов. Там все оборотни. То есть есть варги, а есть реально оборотни. Кажется, я читал об этом. так, не знаю, сейчас может в чате поправят кто знает лучше, но насколько я помню, там оборотней нет вообще. Там есть только люди, которые могут переносить свое сознание в животных. Превращаться в них там не может никто. не знаю, не знаю, просто действительно поправят знающие, но вот я читал по-моему на лурке как раз о том, что это был один из фейл переводчиков, всех назвали оборотни, хотя там есть те, кто то ли вселяется, короче, блин, нет, это будет лишним спойлером. В общем, пусть нас поправят, если меня поправят. Ну да, если я не прав, то поправят в чате, но я вот насколько помню, в книжке упоминаются только те, кто может сознание переносить. Ну или как раз с этим они отличаются, кто-то может просто видеть глазами, а кто-то переносить свое сознание. Ну там по сути это одно и то же, по-моему. Просто видеть глазами это первый этап осознания того, что ты такое существо. А чтобы уже управлять, это надо учиться, чтобы кто-то умный тебе подсказал, как это вообще делать. Ну в чате подтвердили уже, да. Фейл перевода, да? Нет, что я прав, насчет варгов я не понял, но может быть действительно перевода. то есть никто не поправил меня, что оборотней там нет, таких, которые превращаются. Есть только те, кто могут сознание переносить. Спрашивает игра про атмосферу, больше похожа на сериал или на книгу, на сериал конечно же больше, гораздо похожа. В первую очередь им вдохновлялись. Ну да. Там деле и актеры там сериала тоже. но как игра может быть не знаю больше на книгу. И первый раз вопрос, кто перевел книги, ну не знаю, я могу сейчас посмотреть, если вам имя переводчика что-то скажет, эта женщина сделала, насколько я помню. я комментарии пока не смотрю, мы их наверно в перерыве посмотрим. Перерыв скоро будет, сейчас я по-моему доигрываю как раз первую главу за Морса. Перевод на русский язык некая Н.И. Веленская. Вот это все, что я знаю. Знакомое имя, по-моему, она имела какое-то отношение как раз к переводу Властелина колец. Может быть, я в этом не очень хорошо прошарен. Да, вот у меня кстати не могу не посетовать вышедшая сегодня Игра Престолов в Стиме она обладает просто потрясающим косяком здесь как-то криво пришиты русские субтитры для того, чтобы их включить нужно копаться в ини-файле и вот я покопался у меня в результате пропали графические настройки и вот я уже не первый раз замечаю что в окошке лута у меня абсолютная пустота хотя я точно знаю что беру какие-то да, щиты мечи луки стрелы А в окошке снаряжение Да, здесь все есть и кстати мне стоит немножко приодеться Давай, одень Вот, да, рпгшники лут есть все хорошо А из валерийской стали у тебя есть какая-нибудь дура большая? Не, ну ты че я только начал 108 здоровья 270 Вообще вообще вот мне не нравится что в сериале вот это вот рпгшному вещизму должного внимания не уделили потому что в книжке там это реально имеет особое значение я тоже обозначу такую вещь которой там не уделено внимания в сериале дело в том что там там фигурирует словосочетание валерийская сталь но невозможно из сериала понять такую вещь что это древняя валерия и все с ней связанное давным-давно кануло в лету и этих самых валерийских мечей вот их сколько осталось их все их больше новых нет и не будет а вот как да и это тоже вот я почему я говорю там вот гениально для ммошки и так далее то есть вот на уровне книги самое настоящее определение вот эпического предмета да как говорится в ммошке то есть их очень мало они все передаются по наследству у них у всех есть свои имена и единственный способ сделать новые мечи это переплавить просто существующие и с этим даже связан отдельный сюжетный твист я который упоминать не буду но как бы ну в деталях не буду только обозначу что если кто-то обратил внимание меч с которым на всех постерах фигурирует Шон Бин в роли Эддерда Старка это очень мега крутой супер древний меч валерийский называется он лед не мудрено благодаря Винтерфелла и всех этих зимопоклонников вот и а ну дальше уже ладно дальше придется сказать что случилось с Эддардом чтобы обозначить историю меча рассказать что было с Эддардом Старком тем более как написано на лурке постер потрясающий вернее даже не постер а как-то сказать краткая такая справка с 1986 года Шон Бин умер более чем в 20 фильмах и телевизионных постановок дальше идет полное перечисление как его убивали потому что он был зверски убит из лука застрелен из пистолета револьвера дробовика пулемета на него упал спутник он был затоптан коровами ну и так далее вот и как Костя тоже заметил на лурке ты по-моему прочитал фразу что в главной роли Шон Бин что уже само по себе спойлер в общем когда с Шоном Бином случилось то что ему привычно уже в кино вот его меч притылили и в сериале эту тему невозбранно опустили а зря потому что там очень классный сюжетный ход связанный с этим мечом и что с ним в дальнейшем стало не буду в это углубляться чтобы хоть что-то осталось тем кто после нашего стрима действительно приобщится найдете очень интересный сюжет на эту тему вообще я таскал просто к слову о том что вот этот рпгшный вещизм он очень классный в книжке кстати смотрите как красиво выглядит Морс а ты надел на него ракатый шлем такой аля Довакин да ну такой устрашающий Довакин явно не спаситель мира Шон Бин это Барамир спрашивает чать этого да это Барамир именно он я что-то не очень понял пишет Кейлор боевка как в Dragon Age или как в Fable я попытаюсь сейчас вспомнить какая боевка в Fable но в общем-то похоже да именно Dragon Age опа я тут обновил комментарий не обновлял давно вопрос правда был полчаса назад но я уточню тут Дмитрий наложил спрашивает Макс а Кварт считается частью Вестероса ему Дарт Холмс отвечает что да а Дарт Холмс не прав Кварт не считается частью Вестероса Кварт находится за узким морем на другом совершенно южном материке вернее восточном материке я уже сам говорил Вестерос это один материк на котором находятся семь королевств Кварт не имеет к нему никакого отношения для тех кто не понял о чем речь смотрите сериал смотрите второй сезон вот лицо Морса его впервые показывают во всей красе колоритный мужик мне нравится как он выглядит и совершенно не нравится как выглядит второй герой Алистер тебе дрюня в очередной раз напоминает чтоб ты обмазывался сейвами да да я просто привычен к автосейвам воспитанной современными играми но я не успею сохраниться сейчас будет да веселух тут но я буду мочить их своим суперударом на двоих вот так вот вообще я смотрю кучу потожат на тему Ходора даже где он сидит на железном троне и надпись Game of Ходор но он действительно еще прикольный персонаж дабы объяснить тем кто не в курсе это такой добрейший души здоровяк детина такая абсолютно непобедимая только он ни с кем не сражается он умственно отсталый здоровенный очень сильный и произносит только одно имя собственно произносит только одно слово и это собственно имя Ходор слушай слушай спросил Дрюни срочно где где здесь мои зелья Дрюни где взять зелья он смотрит сейчас он напишет хватит спрашивать омнезию по ней был стрим два раза если не три три даже был нет больше не будет фу так вот сейчас я черт я не сохранился что же такое вот это же жесткая битва я помню как мы сиделись мы на всем пытались ее пройти я в инвентаре тебе надо их на пояс повесить ага вот наверное один из тех немногих случаев когда я соглашусь с тем что пожалуй на консолях чуть удобнее управление по крайней мере тактическая пауза точно удобнее вот завалили моего доброго помощника игра сразу намекает что здесь все как книги и хорошие парни долго не существуют в мире а вот это некий горн колоритный дядька пришедший по мою голову и морс такой говорит в очередь сукины дети так инвентарь инвентарь зелья да вижу сонное вино как него перетащить там вот вопрос интересный тоже комментуальный концептуальный костя макс не пропадает ли у вас интерес к сериалу когда вы смотрите его не залпом а раз в неделю у меня нет да у меня тоже нисколько не пропадет даже более того по-моему когда смотришь залпом такую историю это очень сильно теряется временной отрезок который учитывается при съемках структурной режиссура учитывает насколько сколько времени на самом деле проходит и для тех кто смотрел залпом я страшную вещь скажу вы вряд ли об этом догадались но между началом первого сезона и концом второго прошел год с лишним поэтому вполне логично это смотреть с перерывами переваривать и в общем воспринимать нормально напряженная битва я не осилил перевешивание на пояс зелий ну ты блин ну бас ну здесь какая-то немного странноватая система навигации по инвентарю я так наполовину рандомно меняю снаряжение а уж зелье вообще караул в каком порядке идут книги книги идут в порядке Игра престолов я не буду называть приквелы Игра престолов Буря мечей пир стервятников стоп нет Игра престолов Битва королей Буря мечей пир стервятников и танец с драконами не считая всяких подпетелений да давай 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 детка в игре девушки есть это вокруг одни мужики да есть и даже полуголые может быть даже больше чем полуголые на стене женщин нет их ночной горцов не берут вот да сейчас будет какая-то жизнь как мне перетащить эти чертовы снарви снаряжение нельзя менять в бою наверное это мой приговор нет на стене не ебут овец потому что там нет овец их только едят мясо туда привозят уже готовы нет кухни на стене есть просто готовят там тоже мужики андрей подсказывает что в игре даже есть квест где можно уговорить телку стать шлюхой уговорить хорошо лучший повод пройти игру до конца найти этот квест животные ну конечно же там есть это самое возле меня собака бегает алё действительно собака бегает я вот не пойму габаруси он не понял про амнезию или он думает что это смешно я сейчас забаню если он думает что это смешно не надо 38 раз спрашивать об этом уже все сказано не будет так что-то плохое кажется сейчас произойдет ну уж давай давай ты там зелье победи как я не а все правильно произошла катсцена все в порядке да очень волнительный момент я когда мы первый раз играли думал что меня сейчас грохнут а оно вон как все происходит и сейчас такая классическая сцена из властелина колец ждите меня на пятый день я приду с первыми лучами солнце с востока как я понял этот dragon age с бухлом и шлюхами на стан написал это уже херня как будто в dragon age нет бухла и шлюх действительно парни вы че вот кстати ворон полурукий кто смотрел второй сезон вот вам ну и кто читал книги но он тут на себя не похож вообще на себя в смысле из кина или из книги ну да на что он не похож но во-первых он нет он не намного младше зима близкая мне дали достижение так и сейчас зима близкая это девиз дома старков прервемся наверное мне как раз алистеры сейчас покажут а сейчас мы переходим на нового персонажа да ну пожалуй самое время сделать перекур посмотреть комментарии или ты хочешь выключить трансляцию нет я не буду выключать я просто поставлю заглушку и пойду сделаю что-нибудь полезное ну давай а ты будешь отвечать на вопросы да я отвечу пожалуй на вопросы почему нет я все полезное уже сделал заранее хорошо а вот поэтому пообщаюсь пока с народом отвечу на комментарии посмотрю в первую очередь что там интересного появилось может какие-то новые вопросы мы уже довольно много нас пыли проверили ну вопрос от аркопана нельзя ставить без внимания есть ли смысл играть в игру тем кто не читал книг и не смотрел сериал и насколько бы мы ее оценили ну вряд ли на самом деле очень-очень-очень для фанатов продукт это видно сразу уже по первым же трейлерам было и мы это осознали еще в офисе когда играли в превью-версию сама по себе она не ну нельзя сказать что выдающаяся РПГ нельзя к сожалению нельзя но вот именно если понимать о чем речь и если воспринимать этот продукт как способ расширить свой взгляд во вселенную то да это уже разговор совсем другой где на сайте стрима искать их нету в разделе видео как-то нету они называются лайв-трансляции лайв-трансляция прямой эфир стрим это все одно и то же если на сайте нажать на пункт меню видео выскочит меню там нужно выбрать лайв-трансляции и выбрать там вкладку записи вернее архив или как-то так архив записи и там можно посмотреть старые стримы издатель книг это издательский дом Астрель известный многим он же Аст все уже имеющиеся на данный момент книги на русском языке то есть четыре штуки они изданы благополучно во всех мыслимых и немыслимых вариантах у меня так получилось что я нарывался постоянно на разные то есть у меня первые две книжки это вообще сдвоенный том там как бы одна книжка такая толстая здоровая с мелким шрифтом и там сразу две книги Игра престолов и Битва королей третья книга у меня не помню как называется это издание с такой дебильной обложкой с некрасивым рисунком а четвертая книжка которую я одолеваю сейчас она у меня из так называемого киноиздания у которого самая красивая обложка самая дерьмовая бумага у автора нет никаких гомофантазий Индиго это у тебя какие-то гомофантазии как бы градус пидорства в Игре престолов чрезвычайно низок в книжке он по сути близок к абсолютному нулю кроме пары шуток про любителей мальчиков там больше нет ничего связанного с пидорами чем мне нравится данная вселенная я объяснял на протяжении последних полутора часов если этого мало я уже не знаю что еще сказать дело не в неординарных персонажах а в подходе к реализации самого жанра я жутко не люблю предсказуемые истории где с первых страниц или кадров понятно что вот он лучезарный рыцарь который ближайший час будет из грязи в князи подниматься а в последней финальной битве один победит всех спасет принцессу женится на ней а зло вселенское будет уничтожено у мартина у него не про это еще у него нету вот этих дурацких не знаю меня жутко нервирует разнообразие рас если честно это одна из главных причин почему я терпеть не могу Элдер Скрул с этими бесконечно какими-то блять тигрообразными людьми какие-то сука ящерок крокодилы двуногие что это зачем это почему люди ходят мимо них и не смеются глядя им в лицо почему они открывая хлопая пастью издают такие же человеческие звуки как мы якобы почему у меня блять крыса не может так разговаривать а там крокодил какой-то хлопает челюстями разговаривает ну что это такое жутко не люблю вот эти вот такие отъявленные фэнтези отмороженные с безумным количеством каких-то рас жутких существ с которыми нужно всерьез глядя им в лицо что-то им там объяснять вот ответ трава действительно правильно обозначили ответ трава вот Мартин он нет Мартин однозначно конечно курит что-то ядреное но он он курит что-то приземленное то есть он это самое не молотый хвост крокодила курит а что-то такое нормальное пацанское поэтому у него этих всех убогих крокодилов эльфов нету у него есть люди есть очень легкий налет мистики и фантастики который безукоризненно вписывается в общую концепцию и в первую очередь он пишет про людей про судьбы про интересные вещи то есть у него книжки не о том как один там лучезарный герой побеждает там несущего тьму злодея у него книжки о взаимоотношениях и в прямом смысле об игре престолов там очень много интересных умных диалогов очень много интересных событий очень мало битв и драк сразу же предупреждаю тех кто там ищет бесконечных бойней но в книгах такого искать дело последнее ну и в книгах иногда бывает у него там этого всего очень мало ну я вернулся прошло 5 минут можно продолжать меня правда пока я справлял нужду настигла мысль о том что сейчас при создании персонажа я могу столкнуться с тем же багом который одолел меня при настройке морса и это будет печально потому что сейвов дальше у меня нет ну предприми уж какую нибудь попытку ну пока посмотрим а вот Алистер второй персонаж игры он господи жрец огня послушник релогоса роглоса скажи Максим как верно роглора роглора да кто смотрел опять же второй сезон игры престолов тот прекрасно понимаешь есть момент один в один где друг этого станется и упрекает его в ходе какой-то у них такой довольно злобной беседы насчет того что он сменил старых богов но поклонение какому-то новому с непроизносимым названием останется роглор блять что тут сука сложного роглор роглор возможно такой диалог между нами еще произойдет сегодня алистер тоже скрывает свою морду под капюшоном это такой фетиш по-моему со времен ассэсин скрид задает слишком много вопросов и тоже можно отыгрывать такого бдс засранца по-моему два персонажа соответственно подразумевают два разных стиля игры и алистер как раз Он маг. Несмотря на то, что у Мартина как раз колдунства не очень мало, он, не знаю, насколько сильно, потому что не видел его еще толком в действии, как раз воюет с помощью волшебного огня и прочих привычных Гэндальфу, слава богу, вещей. Это немного странно, кстати. Баг я не словил. Нет, я словил баг, я совершенно напрасно порадовался. Не знаю, я попробую нажать несколько раз Enter. Довольно странно. Какая-то неведомая антинаучная херня. Да, неведомая фигня, херня. Это вот ложный бог тут мешает тебе. Да, возможно. Днем еще все хорошо было. Может быть, они какой-нибудь хитроумный патч выпустили, который мне все сломал. И курсор изменился на виндовский. Ну, значит, видимо, надо перезапускать. Да, я ставлю заглушку. Выключаю игру, перезапускаю. Печально, печально, печально. Огненный бог не принял тебя. Ага, вот прямо сейчас у меня игра обновляется. Надо же. Ночь темна и полна ужасов, или как там она говорила. Не знаю, что там с ночью, но у меня какие-то проблемы еще с синхронизацией и со Steam Cloud возникли. Но, надеюсь, они мало нам испортят. Сейчас, между тем, добрый дрюня посмотрит на предмет наличия у него сейвов ранних где-то здесь. Какой же он классный наш дрюня, редактор наш, замечательный. Поставьте ему. Может, вы нам книгу почитаете? Книгу? Да, сейчас все, бросим, будем книжку читать. Аудио стримы на StopGame.ru. Ну, может быть, когда-нибудь. Когда закончатся игры в этом мире. Там порно-сцены классные есть. Я прочитал, но за год их не сохранил на этих местах. Я быстренько гляну ChangeLog, если он опубликован. Крутые разработчики не публикуют ChangeLog в Steam. Увы, ну ладно. Так, а пока я тут выделяю ScreenRegion. Я скажу для всех, кто ждет. На следующей неделе не будет Ghost Recon'а. Потому что релиз игры отложили до 20 какого-то там числа. Поэтому не удивляйтесь, если вы увидите, возможно, вместо Future Soldier, Advanced Warfighter. Есть у меня идея показать ее. А потом то, во что превратили серию Иезуит из Ubisoft. Как тебе такая идея, Максим? Ну, ты же знаешь, я никогда особым фанатом этой серии не был. Если тебе есть что об этом сказать, я тебя поддержу, как всегда. Да, значит, видимо, будет у нас на следующей неделе Advanced Warfighter 2. Судя по отсутствующим настройкам, графики изменили в патче не так много, как мне бы хотелось. И совсем не то, что нужно. Ну ладно, сейчас позырь. Сейв меня откинул аж к сражению с этим ублюдком рогатым. Ну ладно. Между тем, тут в комментариях возникла картинка из World of Warcraft'а с комментарием, что король Артас или Артас, простите, из ВОВ похож на белых ходоков. Типа мертвец и холод, синие глаза, но на этой картинке он безумно похож на главного героя презентации Unreal Tournament или Unreal Engine 4. Ну скорее наоборот, это герой презентации похож на Артаса. А, ну или так. Ну они просто близнецы, только у одного синего. Слушай, мне почему-то на секунду показалось, что ты не проходил Warcraft 3. Да, это правда. Ну... Я и первый не проходил, второй. Второй. Но первый, второй-то ладно, а вот третий там сюжеты. Ну там эти эльф-морки, я не люблю эльф-морку. Мне с ними жутко скучно. Я, наверное, единственное, что с ними терплю, это котику и всё. Терпите, я не могу готипы. Так теперь. Мы еретики. Каждый по-своему. Да. Опа. Люблю эту сцену добивания. Почаще сохраняйся. Но я уже тут не могу никак сохраниться, потому что после этой битвы будет сразу же переход к следующей главе, которая за красного мага. Да, в готипе действительно нет эльфов, мне правильно напоминает. Ах ты, фейлер. Ты чё, фейлер, я только рад. Я, наверное, поэтому её и люблю, что там из всей вот этой говнобратией эльфов, гномов, орков, там есть только орки, и они пизды получают. Нельзя орком играть. Ещё вот это просто не опигевает. Кто играет с орками, вот. Можно вот в обливионах этих из Скайримых создать себе орка. Ублюдочного совершенно говнаря орка. Ну да, орки, гномы, это хотя бы не слишком. Ты прям краул. Хотя, не знаю, я всегда играю тёмным эльфом, но он вполне человечен и крут, когда лыс. И за уши его вешать удобно, и дёргать. Ну, наверное. Хотя, моего крутого эльфа попробуй подёргать за уши. Так, я пропустил катсцену, слава богу. Я думаю, крутые паладины берут его за уши. И дальше делают то, что обычно делают, когда берут за уши. Ну, хорошо, ладно, ладно. Смешно. Так. Так, 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 так. Дай боже. Нам успех. А кого мы там о помощи попросим? Орглора, да? Орглора, да. Дай нам Орглор успеха. И я подозреваю, что... Да ёп твою мать. Эээээ... Да. Но если Дрюни сейчас не подкинет мне какой-нибудь сейв, мы, видимо, закончим на этом. Как там у него, кстати, с поиском стоит била? Последнее сообщение от него, что вот сейчас он глянет сейвы. А пока не ясно, что там будет происходить. Странно это. Это всё из-за субтитров, что ли, да? Я не знаю, из-за чего это всё вообще поломано, к сожалению. Ну ладно. Пока на фоне себя же Алистер размахивает своим клинком, я лишь скажу, что интернет хвалит Game of Thrones RPG за сюжеты. Сам я пока прошёл, как видите, мало, но доверюсь мнению большинства. И от себя добавлю, что если игра сохраняет ту же динамику, которая есть в начале, то наверняка она хорошая. Естественно, в первую очередь для фанатов Игры Престолов, на которых она, собственно, и направлена, для которых она и создавалась. То есть если вы... Прикалывает. Просто вопрос пока не упустил. От Блэка Вульфа. Макс, как тебе сцена, когда Красная Баба выродила рак лёгких? Помнишь так? Ну, на самом деле, учитывая, что сделал этот рак лёгких, который она выродила, и насколько он могуч, я бы от такого не отказался. Да, а я продолжу. Для тех, кто ждёт от Игры Престолов уровня второго Ведьмака, Mass Effect или первой Dragon Age, сразу говорю, нет, такого не будет. Но если вы и поклонник, и сочувствующий, и бедным Старком, то, я думаю, имеет смысл знакомиться с игрой, не пройти мимо неё. Совсем скоро мы выкатим наши рецензии. Одну из них как раз делает наш Дрюни Маковеев, который, надеюсь, спасёт меня своими победными... А, у него последний сейв, восьмая глава, самый ранний, и он предлагает тебе английскую версию попробовать запустить. Да, это дельное предложение. Сейчас я попробую. Меня что-то не первый раз просят, Максим, проведи стрим по Dark Corbett. Не знаю, у меня Dark Corbett ассоциируется с жвачкой, и я не играл ни во что подобное. Да, мне тоже кажется, что это жвачка. Но мы можем постримить как-нибудь жвачку, когда напьёмся совсем в сранье. С веб-камерой, да, стрим по Dark Corbett. То есть, ну, не раньше, чем мы напьёмся. Ну, то есть, это может быть скоро. Ну, ладно. Так, я сделал английскую версию. Стрим по Team Fortress 2 как бы в силе, но он нас тогда подколол изрядно, и пока хрен его знает, когда он будет. Ну, как только, так мы сразу объявим. Конечно. Тут есть ряд заморочек. Например, мы хотим сделать, обмазать... Чего я сейчас? Раза заглохнет. Обмазать наш стрим кучей призов. Мы хотим свой выделенный сервер, чтобы у всех всё было хорошо и все могли наслаждаться. Это требует времени. Я, между тем, немножко помогу прояснить ситуацию несчастному зрителю, который спрашивает, что придумал Корон Полурукий, провоцируя Джона Сноу на драку. Да, это фейл, по-моему, у сценаристов. Дело в том, что в книжке есть диалог, который опущен до этого, на самом деле там у них конкретный совершенно план, и этот самый Корон прекрасно знал, чем это для него обернётся, и просто в сериале опустили их маленький разговор, в котором он практически прямым текстом описал то, что будет, и то, что в итоге случилось в сериале. Так что, как бы, всё идёт по плану. Так, 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 так. Я снова полез в инифайл, как заправский хакер. Давай, попробуй что-нибудь там починить. Давай, детка. А что ты пытаешься сделать? Английскую версию включить? Да, там есть два параметра в инифайле, и я вот сейчас с ними ковыряюсь, экспериментирую. Ну давай. Потому что, когда я минуту назад просто в стиме сменил язык, к сожалению, у меня не появились настройки микрофона. Так, смотрим, что изменилось. Мало что изменилось. Ну ладно. Это печально. Ну, может, там пока есть какие-то вопросы у нас? Да я вот и комментарии полистал на сайте, но там интересных вопросов нет. Тут всё, опять этот Миша хочет стрим по жвачке. Предлагает мне даже дать эту жвачку, если я проведу стрим. Но не надо, у меня есть жвачка, она по-другому называется, и мы не будем делать по ней стрим пока что. Стрим по GTA 4 уже был... Типа... Ну всё, тему GTA мы закрыли, это был такой наш месяц лютого угара, мы не выложили почти ни одну... Господи, у меня теперь почему-то французский язык. Ладно, хер с ним. Французский это... Французский так французский. Я полдня боролся с этими сраными языками, я не знаю, что за криворукий релиз выложили в Steam. Ну, сейчас посмотрим. Ты что-то мне подсказываешь, что нихера не изменится. Ну, да. Не улучшившиеся настройки графона, они настраивают на недобрый лад. Только французский язык, только хардфор. Ну, верно. Ну, давай побеждай, посмотрим, что будет. Бедный чувак, мне кажется, уже устал подыхать. Можно, в принципе, я так понимаю, всегда сохраниться, а потом загрузиться с русской. Ну, здесь вот сейчас я уже нигде не сохранюсь. Не, не сейчас, а когда, если там глюка не будет... А, да, 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 да. Главное, преодолеть экран выбора класса. Да-да-да. Он тут классный такой. Узнал, что будет стрим по Rise of Nations. Это правда пишет FullHug. Откуда узнал? Да. Я вот не в курсе. Такого не предвидится. Да, что-то у нас такого в планах не было. О, я грохнул его. Есть ли редактор персонажа? Нет. Рожу свою создать не получится. Только дефолтным можно играть. Можно только выбирать класс и шмотки менять. Персонажи каноничные. К созданию игры лично Мартина имел прямое отношение, поэтому здесь герои, их трое. Трое? Двое? Нет, двое в пресс-версии. Я думаю, Дрюня сейчас не даст мне соврать, потому что мне несколько раз говорили, что в финальной версии их все-таки трое. И все они вписываются в вселенную. Тут даже есть сам Мартин в качестве пасхалки. В сравнении со Спартаком в Престолах Сисек, Кровища и Траха мало или достаточно? Намного меньше. Меньше, но достаточно. Про другое, да, но достаточно. Ага, вот мой кот. Интересный вопрос. Сколько человек мы взяли по объявлению о приеме на работу к нам? Ох, ну, можете увидеть на сайте. Да. Делайте выводы, исходя из материала. Ничего не изменилось. Да. Да. Все осталось по-прежнему, поэтому мы будем потихоньку закругляться, раз нет адекватного сейва, который бы нам подошел. Ну ладно, мы, тем не менее, провели полуторачасовой стрим. Мы вдоволь побеседовали о Престолах. Я так или иначе показал первую главу за Морсо. Вы можете теперь представить, чего ждать от Игры Престолов. Я рассказал, чего не следует точно от нее ждать. И еще раз подытожу, резюмирую. Если вы фанат, то, судя по всему, да, имеет смысл поиграть. И если вы любите играть. Да, и мы не успели сильно нас пылирить, что самое главное, по-моему. Все, на этом мы заканчиваем. По вине какого-то бага, который показывает мне теперь четыре лица Алистера. Да, к сожалению, грустно. Ну ладно, я тогда пойду тоже себе скачаю и пройду. В Стиме, да, скачаю. Ну логично, да, что в Стиме. Что ж, на этом мы с вами сегодня прощаемся. Получилось недолго, но вы же знаете, мы как под настроение, так в иной раз пять часов зарядим. А сегодня нам этого всем вполне достаточно. Я пойду читать дальше. Костя пойдет играть дальше. Если у меня получится, да. Да, вот. И что ж, как обычно, до встречи на страницах StopGame.ru. С вами были СГТВ Live, Максим Кулаков, Константин Тростенюк с котом. И игра Game of Thrones RPG, вышедшая сегодня официально в России, издает ее компания 1С Soft Club. Да, никто не спросил, но я все же еще расскажу. Игра переведена только субтитрами, озвучка, к сожалению, оригинальная, она довольно отстойная. Нет, ну спрашивали, и мы это сказали, кстати, в начале. Да, мне тут пишут, что мы чехов унизили. Видимо, мы выиграли в футбол. Да. Поздравляю всех, если это так. Празднуем, играем в престол, и все. Всем доброй ночи. Счастливо.